КОМАНДА ГАЗЫ Когда настоящий день рождения Хабаровска, ответ на этот вопрос знают жители села Казакевичево, того самого, что стоит на границе России с Китаем. Найдя вот этот деколон фирмы «Арали», да-да-да, вот посмотрите, французская фирма «Арали», да, вот это говорит о том, что это же они любили кроме того и парфюм в хорошее время, когда на посиделки отправлялись или еще куда-то на какие-то гуляния. Потомственная казачка, она же директор сельского музея, за рулем машины времени. Наталья Милушова рисует гостям картины из жизни переселенцев. Такой флаг поднимали над станицей, в такие мундиры одевались есаулы. А это, не удивляйтесь, утюг. Любопытные посетители знают, как им пользоваться. Видели в детстве. Вот так вот, вот на всю, на всю, на весь вот стол вот она делала. И проглаживалась? Да, очень сильно. Историю Казакевичева Наталья Федоровна знает на зубок. Книг и документов перелопатила килограммов сто. Так она изучила воспоминания путешественников Приживальского, Винюкова, а еще начальника штаба казачьего войска Кукелева. Женщина сделала неожиданное открытие. 31 мая является не днем рождения Хабаровска, как принято считать, а днем рождения ее села. Потому что 31 мая 1858 года и 1 июня, и 2 июня Муравьев вместе со всей святой находился именно в настоящей станице Казакевичева. И только 3 июня они спустились вниз по Амуру. 3 июня, 4 июня нужно было праздновать день рождения города Хабаровска. Сейчас Казакевичева является заставой на рубеже российско-китайской границы. Отсюда видны и здания с сопредельной стороны, и лодки иностранных рыбаков. Территорию нашей страны охраняют войска ФСБ. Однако первыми пограничниками были переселенцы, которые высадили здесь в 1857 году. Они организовали пост Уст-Юссирийский. Впоследствии Муравьев Амульский переименовал его в честь своего сподвижника адмирала Казакевичева. Говорят, вместе с губернатором на эту землю вступал и его духовный отец, святой равноапостольный Иннокентий Московский. Это первые пограничники, которые охраняли именно границы российского государства. Здесь впоследствии, когда станица Казакевича образовалась, все казаки были православны. И они поставили первую часовню в честь Георгия Победоносца. Как раз где-то на этом месте она стояла. В годы советской власти часовню святого Георгия Победоносца большевики разрушили. Жители села знают, где находится сруб от нее. Вот кухня стоит, это сруб часовни. Кроме часовни здесь был и прекрасный храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Помолиться в нем приезжали люди из разных станиц, в том числе представители известных фамилий. Роды здесь проживали. Ну-ка, вы великорусские, те же Шереметьевы, Голицыны. Храм в годы лихолетия постигла та же участь, что и другие святые места. Однако церковному старости удалось спасти находившуюся там старинную казанскую икону. Он спрятал ее у себя в доме. Недавно внук благочестивого человека передал образ музею. Чудотворное? Как помолимся, как попросим. Что матушка, владыча, рядом не отступит, не забудет, защитит, придет, спасет. Верим, надеемся, иногда даже молимся. Не должны никогда забывать. Как только в нашем народе происходит такое, что вообще напряжь забываем. Ну, там Господь поправит. Сейчас люди молятся перед святыней в музее. Однако жители Казакевичева намерены восстановить разрушенный храм в честь казанской иконы Богородицы. Известно, этот образ является покровителем Дальнего Востока. Церковь собираются возвести на историческом месте. Здесь даже сохранились камни от прежнего фундамента. Строить будут, как говорится, всем миром. Причем глава администрации желает бросить клич среди, как он шутит, представители казакевической диаспоры. Потомки здешних казаков живут в разных странах. Есть у Олега Дегудьева еще одна мечта. С отцом Антонием сесть по-стариковски на лавочке возле церкви, чтобы внуки и правнуки рядом были, чтобы тоже здесь жили. Чтобы красиво было в деревне. Чтоб людям тут хотелось жить. Наука побеждать. В Краевом центре идет фестиваль спецназ России. Это совместный проект представителей Хабаровской епархии, армии и федерации рукопашного боя. Так как же воспитать защитника? Закрытая территория. Ребята в бригаде спецназа военной разведки. Прежде чем приступить к важному делу, нужно помолиться. Завсегда прославляем Отца и Сына и Святаго Духа. И Твое исповедуем предстательство. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. В бой идут воспитанники кадетской школы, довоенно-морского лицея. Ученики пятых, одиннадцатых классов. Мальчишкам и девчонкам нужно преодолеть полосу препятствий, выполнить команду газы, собрать, разобрать автомат Калашникова. К этому приплюсовать меткий выстрел из пневматической винтовки до приема рукопашного боя. Хорошо, молодец, бегом, бегом. Автомат нужно еще быстрее. Дети вообще молодцы. Они полосу проходят, в принципе, все едем за три минуты. В автомате очень быстро мерзнут руки, но не сосредотачиваешься. Спецназ России проходит в Хабаровске восьмой раз. Он включает в себя не только соревнования, да и показательные выступления. Предусмотрены встречи представителей духовенства, армии и образования. Статистика печальна. К службе в армии сейчас готовы лишь 20% молодых людей, которых призывают в армию. Почему не идут защищать родину остальные? Да, воспитание многих из них старше, опоздали лет на пять. Речь идет не только о физической подготовке. В старину говорили, прежде чем вооружить, нужно научить любить. Мы, прежде чем приступаем к какому-либо делу, мы, прежде всего, детей обучаем молитве. Той молитве, о которой говорил Суворов. Которая позволяет человеку выживать и побеждать в любых условиях. Кстати, этому правилу следовали непобедимые полководцы. Среди них Суворов, Святый Александр Невский, Адмирал Ушаков. Из всех сражений они не проиграли ни одного. Парню, да, пойду. В родину буду защищать. Девчонки стоят, ты их, наверное, тоже будешь защищать? Девчонки, или вы его будете защищать? Ну, и он нас будет. Что же касается военизированной эстафеты, то ее победителей объявят на галоконцерте фестиваля «Спецназ России». Он состоится 7 ноября. Она музыкант с режиссерским образованием. Ее голос звучал и в России, и за границей. Теперь она даст концерт на Хабаровской сцене. В краевой центр приезжает певица Лилия Евсеева. Лауреат международного конкурса является автором. нескольких десятков произведений, духовных, патриотических. Увидеть и услышать исполнительницу смогут жители различных городов и поселков Дальнего Востока. Хабаровчане же оценят творчество Лилии Евсеевой 15 ноября в зале Краевой филармонии. Христос с тобой, Христос с тобой. У меня есть очень хорошая знакомая девушка. Ей уже за 30 год. И она не замужем, и не получается дать семью. Просто даже нет такого человека за все годы. Даже не встречалось, кто хотя бы замуж предложил, отношения хотел серьезные построить. И батюшка пытается знакомить с молодыми людьми. Она говорит, что я не чувствую душой, что это мой человек. Девушка такая благочестивая, целомудренная. И у нее такое вот жуткое ныне постоянно, потому что ей это хочется, и семью детей. Она не готова к минашеству. И в то же время семьи нет. У вас взгляд незамужней женщины. А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному? Конечно. Они смотрят оценивающе. Как смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины. Слушай, какой сложный вопрос-то такой. Я не знаю этой девушки. Поэтому, естественно, я вот точно, ответно этот вопрос дать не могу. Но я попробую ответить так, как я понял эту девушку. Возможно, неправильно отвечу. Потому что я просто еще не знаю. Здесь у этой девушки может быть, на мой взгляд, одна ошибка. Или может быть недостаток. Или может быть отсутствие навыка. Или может быть неумение. Итак, мы же верующие люди. И прекрасно понимаем, что если человеку Господь судил жить в миру, а в монашество, я так понимаю, она не хочет идти, иначе бы давно ушла уже. Это не ее просто путь. Значит, обязательно, обязательно произойдет встреча ее и мужчины. Обязательно будет. Господь даст. Господь пошлет. Если он ей проложит путь спасения через семью, обязательно пошлет такого молодого человека. А дальше очень важно, чтобы эта девушка поняла, что это ее молодой человек. А для этого, а это уже от нее зависит. Это уже от нее зависит. В частности, это зависит от того, умеет ли она видеть человека. Умеет ли она увидеть в нем то, что скрыто от нее. Я сам терпеть не могу грязную обувь. У меня нет никакого дела до вашей обуви. И все-таки вам это неприятно. Это написано у вас на лице. А вы читаете по лицам? Конечно, и довольно неплохо. Готова ли она потратить время и усилия, чтобы смотреться на него? Ведь очень часто бывает так. Встретил я человека и по первому впечатлению сужу. Это не мой. Не нравится он мне. Мы пошли в баню с легким паром. Спасибо. А теперь хватит. Ходите. Нет, нет, нет. Куда же я пойду? Что вы смеете? Ну вот. Не надо на меня руками махать. Он не так одевается. Он грубо говорит. Сморкается громко. Ну, еще штуки-нибудь. И по этому одному признаку или по нескольким я сразу его отвергаю. А музыка вас не увлекает, Людмила Погольевна? В каком-нибудь, любом виде, нет? Я надеюсь, вы не собираетесь музицировать? Ага. Петь хочется. Какое несчастье. Почему? Друзья утверждают, что у меня красивый паритональный дискант. Подождите. Меня осенила догадка. Вы пьяный? Нет, что вы. Когда я пьян, я буйный. А вот за этой скорлупой стоялся настоящий алмаз. Бриллиант. Неограненный. Вы знаете, что из себя бриллианты представляют? Бриллианты, алмазы. Знаете? Каждый из них покрыт толстой коркой, которую нужно снять, чтобы увидеть в этом алмазе. А труда нужно. Труд приложить, чтобы содрать ее. Так вот, если девушка хочет создать семью, ей нужно научиться видеть, терпеливо всматриваться в человека. Отделять зерна плевел. Уметь видеть в нем хорошее. И не составлять впечатление первое по каким-то случайным признакам. А для этого время нужно. Из раннего что-нибудь. Любить иных тяжелый крест, а ты прекрасно безызвилин, и прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Весною... В ранней молодости вы были значительно талантливее, чем сейчас. Только никак не предполагала, что вы творили под псевдонимом Пастернак. Помните, мы с вами говорили, каким образом молодому человеку или девушке увидеть в молодом человеке хорошее качество. Что смотреть-то? Первое. Его отношение к ней. Не тратит ли он на нее деньги? Нет, не в этом дело. Не будет ли он ее по дорогим местам, ресторанам, кино, дискотекам? Не на это нужно смотреть. А готов ли он для нее пожертвовать общением с друзьями, любимым делом? Готов ли он преодолеть свою лень, нежеланием, какие-то пустые заботы, какие-то пустые увлечения для того, чтобы провести время с ней? Если готов, это огромный плюс. Даже если он икает или чешется за столом, а вот это все делает, это огромный плюс. Все остальное минусы, которые очень легко исправляются. Дальше. Очень важно, очень важно. Единомыслием. Им придется жить вместе долгое время. Готов ли он, пусть не разделять ее христианские взгляды, а уважать их? Нормально относиться к ним. Это второй плюс. Если он против резко, и она чувствует, что он и дальше будет относиться, конечно, лучше с ним не связываться. Но если он не хочет идти в храм Божий, когда она его тащит, потому что просто не готов, она его заставляет исповедоваться, а он даже не знает, что это такое. Господь его еще души-то не коснулся. Но он готов, он готов, он готов терпеть ее вот эти вот религиозные убеждения и вот религиозные занятия. и посещение храма, исповедь. Это прекрасно. Пусть она не делает ошибку, не заставляет его становиться такой, какая она есть сейчас пока. Она доросла, он не дорос. Он же будет терпеть ее посещение храмов, он же не будет терпеть ее молитвы утренней, вечерней. Пусть она его потерпит без верия пока. Апостол Павел, я тоже не буду цитировать, говорит, говорит примерно следующее женщинам, которые замужем за нехристианами, христианками, за язычниками. Вот вы не заставляете их жить по Христу, вы не заставляете их соблюдать ваши правила, но еще не готовы к этому. Будьте добрыми, любящими христианками, я не видя вашу любовь, сами к вере приду. Может, она все время холодностью свою толкнет, а любовь-то где? Очень важно, чтобы она познакомилась с его родителями, чтобы она пришла к нему домой, чтобы она посмотрела, как он живет. И не один раз, когда он все уберет в комнате чистенько, вот, все замечательно человек с первого раза, нет, и второй, и третий, и четвертый, тогда она поймет, что это за человек, порядок, аккуратен и так далее. Но не это главное. Главное, как он относится к своим родителям. А куда я еще не стану? Мне бы охота вас поженить, поглядеть на ваших деток, на моих внучат. Ну что ж, батюшка, благослови. Чти отца своего, чти мать своего. Да, это указание, но это еще и критерий. Какого рода критерий? Насколько ты хорош. Если он ни во что не ставит родителей, если он груб с ними, может эта девушка быть уверена, что он и к ней будет грубым, и не только грубым, а в десять раз грубым. Почему? Родители все-таки старше его. Какое-то благоговение он интуитивно хотя бы чувствует, а к ней-то нет, он не будет этого чувствовать. Почему? Ну она ровесница. Если он внимателен, если он заботлив к ним, если он их почитает, очень великая вероятность, что он и к ней будет относиться точно так же, как будущий матери у детей. есть такой закон и психологический, и философский, и, я думаю, и духовный тоже. Подобное притягивает подобное. Если она будет с любовью к людям относиться, с настоящей христианской, ко всем, очень быстро притянет себе человека, который ее полюбит по-настоящему. Сто процентно. Прошу вас. Может, лучше с музыкой? Действительно, почему не играют? Играйте! Музыка! Дай ей потанцевать. С нашим Чуфиком. Плохо ты его знаешь.